Весной и летом в Санкт-Петербурге гостей города оказывается едва ли не больше, чем местных жителей. Всем известные шедевры, архитектуры, неповторимые живописные коллекции города на Неве. Среди действительно уникальных достопримечательностей – музей и истории религии. Совсем недавно часть его залов была обновлена и открыта для посетителей. Сколько сотен лет существует земля, столько люди продолжают поиск Бога. Его ищут целые народы, и каждый живущий по-своему. Найдя, стараются закрепить в законах, обрядах и священных предметах. Потом снова отходят. Такова история израильского, русского и любого другого народа на земле. Интерес к религии не ослабевал даже в то время, когда люди решили, что Бога нет. В 1932 году в Казанском соборе был открыт музей истории атеизма и религии. Одним из первых экспонатов стали иконы из Федоровского собора Санкт-Петербурга. Сейчас они находятся в зале, посвященном истории раннего христианства. Недавно он был обновлен вместе с другими залами, рассказывающими о древних религиях. В одном из них посетители могут увидеть предметы, относящиеся к израильской ветхозаветной истории. На предметах синагогального уже культа, то есть предметах 18-19, начала 20 века, на тех предметах, на которых представлены образы, отсылающие нас к древнему Иерусалимскому храму, и к тем событиям, которые в этом храме происходили, мы раскрываем вот эту идею, эту тему. Предметы, значимые и для ветхозаветной веры, и для христианства, подчеркивают преемственность религий. Семисвечник минора – символ света, веры и надежды. Свитки со скрижалями Моисея, серебряное блюдо с изображениями жертвоприношения Исаака. В колыбеле израильской веры родился Новый Завет. Тех, которые его приняли, мы сейчас называем ранними христианами. Несколько фрагментов древних римских саркофагов у нас в коллекции имеется, на которых изображены раннехристианские символы или персонажи. Они вошли в экспозицию, ну а дальше мы идем по тому же пути. Мы используем иконы, мы используем картины на религиозные сюжеты, мы используем церковную утварь, на которых более позднего времени происхождения, на которых представлены евангельские сюжеты, сюжеты, связанные с символикой раннехристианской, и на этих предметах раскрываем интересующую нас тему. Глядя на уникальные экспонаты разных эпох и разных стран, можно удивляться красоте и широте распространения христианства. Образ пастыря Доброго одним из первых вошел в иконографию Христа, а с помощью кованых светильников первохристианские общины освещали своды катакомб. Из Эфиопской Православной Церкви были привезены металлические ручные кресты, как напоминание об искупительной жертве Спасителя. Епископы и священники Эфиопской Церкви никогда не выпускают их из своих рук. Этот музей совершенно по качеству своих коллекций достойен любой столицы. И северно, и южно, и даже любой западной столицы. Если проще сказать, то любая из этих вещей может быть в Эрмитаже, в Русском музее представлена. Как сказал писатель Владимир Набоков, к Богу приходят не экскурсии с гидами, а одинокие путешественники. Здесь, в музее, можно встретить и тех, и других. Как знать, может слова экскурсовода или какой-то предмет вдруг поразит пришедшего и зародится в его сердце зерно веры.